Здорово, дорогие друзья, с вами Длаганаси. Сегодня у нас дело пройдет в такую иглу, как Off the Lord. Игла сойдет для любителей машин. Ну, вы видите сейчас геймплей на своем экране. Ну, как бы, это не главное. В игрушке есть задания, флажочки, за которых, когда я их собираюсь, даются монетки и опыт. А опыт тут нужен для того, чтобы получать какие-то там наборчики с карточками. А те карточки, у них находится опыт и карточки для машины. Но, как бы, если ты соберешь нужное количество карточек для того, чтобы открыть эту машину, то ты, возможно, ее откроешь. Но я, если честно, давно уже не играл в эту игрушку, но, как бы, не знаю. Ну, короче, еще есть некоторые локации, как вот эта первая стартовая локация. Есть еще пустыня, вулкан и еще какие-то. Но, как бы, там есть много машин. Есть вот эта вот машина. Ну, и самое главное есть разрушение. Ведешь у дерева со всей силы. Ну, и, как бы, мотор заголится. Но, правда, логика в этой игре чуть присутствует и чуть нет. Это, как бы, сейчас самые максимальные настройки, но можно поставить самые минимальные. Но это, как бы, уже тоже не суть. Но, как бы, есть тут и мастерские, которые пригодятся, чтобы починить ту же самую машину, которую вы поломали. А если мотор в машине заголится, то вы будете медленнее ездить. Ну, есть и, конечно же, задания. Такие, как привезти, допустим, вот железо, вот и, ну, точнее, камень, дерево. Но где их добыть? Лесопилка и сахта, которые уже были на этом геймплее. Есть еще станция, там, где можно получать железо, которые тоже принадлежатся для послойки. Вот трактора комбайна и мостов, чтобы переходить на новые острова. Ну, и все, я видел, для сахты они нужны. Ну, все, есть такие вот стучки сена, снопы сена. И их нужно собирать и отвяжите в специальную точку, которая сейчас была засветлена на геймплее. И вы за это получите сто копеек, если я не высыпаюсь, но как бы это уже не суть. Там нужно взять лебедку, прикрепить их к лебедке и привезти в триггер, там, где они продаются. Эта игрушка чуть похожа на сноу-ланнер. Ну что, тоже можно глядь помесить. Заязаешь в болото и крути с колесами. Ну, глядь месяц, месяц. Остается след, то, что было в глядь, остается. Заязаешь в воду, ждешь чуть-чуть, пропадает след. Логично? Чуть игла все-таки логичная, но как бы не сильно вот так вот. А теперь мы поговорим про физки этой игры. Здесь есть, ну, такая одна мини-секлетка, там, где, ну, видно джойстик на мини-карте. Видно? Белез заходишь в офис, и там есть игровой автомат, в который можно поиграть. Но я, когда записывал этот геймплей, не знал. Но как бы не суть. Там можно поиграть за нинджу, который убегает от фруктов, которые падают на него. Но еще и есть монетки, которые нужно собирать, и они пересчисляются тебе в игровой баланс. А теперь плюс трактора. Если ты сделаешь себе трактор, ну, есть и минусы у него. Скорость очень маленькая. Плюс то, что он ездит по болоте, как он ездит и по асфальту. Но как бы еще и есть еще один плюс. Плюс в том, что когда ты берешь ресурсы, они тебе не дают по 10 ресурсов, а по 15. Но все-таки это логично, потому что у трактора все-таки больше силы, чем у автомобиля. И он может тискать больше груза за собой. Потому что автомобиль может меньше тискать за собой груза, чем трактор. Потому что трактор сильнее, чем автомобиль. Но, правда, не в скорости. Еще есть там и маленькие игрустики, которые посвящены ей, типа, что написано. Горобочка и вокруг нее классный кружочек. В этой зоне кружочка находится эта маленькая игрушка. Если вы соберете все игрушки на одной карте, вот этих разлобочков, тогда вы получите какой-то бонус. Есть бонусы к плюс 10% собранным монетам, плюс 10 тысяч монет, плюс 20 тысяч монет. Ну и все. Есть еще корабли и вертолеты. И самолеты. Корабли можно открыть с помощью того, что вы собираете монетки, и монетки подходите к любому кораблю. Ну, кроме тех, которые позначены корабль и якорь, они переносят вас на новые локации. Нужны корабли, на которых написаны замочек, типа, что они закрытые. Ну, еще есть написаны количество монет, которые нужны для того, чтобы их купить. Ну, у меня есть, конечно же, корабль за 10 тысяч. В игре есть и классы автомобилей. В недорожнике 4х4. Есть еще для того, чтобы поездить очень быстренько. Ну, и, конечно же, стандартные. Есть еще одна фишка, типа, что ты заезжаешь в воду на автомобиле, и появляется такая полоска, то, что автомобиль начинает тонуть. Если она дойдет до конца, то автомобиль заглохнет, и вам доведется эвакуироваться к ближайшей мастерской. Есть и функция выхода из автомобиля. Нажимаешь кнопку, выходишь из автомобиля. И еще есть лизинберга. Ты очень быстро бегаешь, ну, еще есть прыжок. Ну, еще есть парашют. Вот, допустим, вот ты выехал на какую-то город, выехал из машины, взял, спрыгнул, активировал парашют, и летишь так вот по малейсеньку. Есть задания в формате, как пройти, типа, так, чтобы ты не упал, и если ты упадешь, тогда миссия закончится, и тебе придется ее заново проходит. Но, как бы, еще есть спасание машин, типа, что они где-то застряли, они поломались, и тебе нужно достать их в какую-то там точку. Есть еще такое же с кораблями. И есть еще ремонт машин, которые сейчас вы видите на своем экране. Но еще есть задания. Вот у меня было задание приехать 30 километров на машине. За эти задания тебе дают определенную награду. Вот за первые тебе дают 16 тысяч монет. За второе окраску голубой. Ну, еще дают на третьем красный и еще черный. Ну, а на пятом дают золотые сыны. Я думаю, все. Ну, ребят, есть ссылка на то, чтобы скачать эту игру, в описании. Goodbye, dragons. Субтитры сделал DimaTorzok